Перед осмотром врача часы ожидания в коридоре. Кировчане жалуются, визит в поликлинику в последнее время может затянуться на несколько часов. В регистратуре очередь у кабинетов специалистов тоже. Кстати, попасть быстро на прием к врачам узких специальностей, говорят пациенты, тоже не всегда реально. Елена Шарыгина пообщалась с пациентами кировских поликлиник. На самом первом этапе медицинского обслуживания – часовые очереди в регистратуру. В поликлинике по адресу Верхосунская, 19, люди вынуждены провести у дверей регистратуры около часа. Некоторые даже начинают сомневаться. Может, не то что-то нажали в электронном терминале на входе. А Виталий Дудин в своей проводе не сомневался. Талон взят верно, потому что мужчина в поликлинике – частый гость. Жалуются на ожидание очереди, тратят уйму времени каждый раз. Здесь только на прием попасть, то есть получить направление к этому, к врачу, только это. А потом вопрос еще в том, что направление дадут на сегодняшний день-то еще. Чутье мужчину не подвело. В регистратуру он все-таки попал после 40 минут ожидания. И направление к участковому терапевту получил только на конец недели. Мне дали на 5 октября, только к терапевту попаду, 3 часа, 15.00. Это получается, неделю мне надо будет ждать, только попасть к терапевту. По записи. Без очереди в регистратуре, но с долгим ожиданием у кабинета сталкиваются родители и дети в Радужном. На весь микрорайон два педиатра. Говорят, самый пик с утра. Люди стоят в коридоре в три этажа, шутят пациенты. Прием педиатра закончился в 11.00. Но люди продолжают ждать и надеются, что специалист их примет. А другой детский доктор заступит на смену только в 3 часа. Мамы говорят, не попадут к одному врачу, перейдут в очередь к другому. Ну вот да, сидим, ждем. Не знаем, примут ли нас туда. Если там не примут, то придется сюда сидеть в очередь ждать. Мы пришли в 10. Тут очень много было народу. Педиатров не хватает. Прием уже закончен. Поэтому народу не очень много осталось. Опытные мамы маленьких пациентов уже приспособились к часам ожидания в коридоре. Все равно, говорят, выбора нет. Приходится как-то убивать время в очереди. Ну, стараемся меньше болеть. А так приходится. Дети маленькие, в садик ушли. Теперь, да, приходится чаще ходить. У него игрушки с собой, он сам по себе занят. Ну или в телефончик сидит, играет. Мы уже знаем, что долго сидеть и что-нибудь с собой берем. В правительстве области сообщили. Информацию об очередях в детской поликлинике в Радужном отправили в Министерство здравоохранения. Елена Шарыгина, Александр Марченко, Миро новостей Давича.